Здравствуйте! Вы на канале Деревенские Посиделки. С вами Ирина. И сегодня я хочу рассказать вам, как сделать расчет количества томатных деревьев для посадки в поликарбонатную теплицу размером 3 на 6 метров. Для того, чтобы сделать расчет, предварительно нужно примерно начертить план. В частности, у меня 4 клеточки, это 1 метр погонный. Ну и квадратный в том числе получается. Я изобразила схематично свою конкретную теплицу. У меня в ней 3 грядочки, 2 по бокам по длине и 1 в середине на метр короче, потому что здесь еще занимает небольшая площадь для входа. И вот показано, где у меня вход в теплицу. Она развернута таким образом, что солнышко падает вот с этой стороны. Поэтому, когда вы будете сажать разные сорта в свою тепличку, вы учитывайте, что на солнечной стороне должны у вас расти низкорослые томаты, потому что иначе все высокорослые, они достигают где-то 1,5-2 метров высотой, закроют поступление солнечного света, если вы посадите наоборот. Поэтому я планирую посадки таким образом. Между низкорослыми томатами у меня будет расстояние где-то полметра. Таким образом, разметив на плане, очень удобно посчитать. Значит, на средней грядочке у меня тоже будут низкорослые. Расстояние между ними будет 0,5 метра. Итого получилось, что у меня в теплицу разместится 22 низкорослых томатика. Вот это четкое количество, которое должна высадить. На противоположной грядке, там расстояние у меня будет пошире между деревьями, потому что туда я буду сажать высокие мощные растения. Они достигают ростом до 1,5-2 метров. И у некоторых рост сортов вообще не ограничен, пока вы не прищепнете макушку. Поэтому по опыту прошлых лет я сажаю их на расстояние побольше, 0,6 метров. Таким образом, у меня сюда разместится высоких 8 растений. Но и на запас я оставлю 6-8 штук в случае того, что если некоторые саженцы, сеянцы томатов не приживутся, чтобы можно было чем-то подсадить. Вот таким образом. Спланировав вот так вот посадки, вам будет легко посчитать, сколько вам нужно посадить при пикировке растений. Потому что вот я показываю контейнеры. В этих контейнерах у меня, видите, выросли растения совершенно разные. Вот тут два сорта, даже три сорта. Все они высокорослые, но тем не менее, вот это растение, видите, уже достигло роста примерно 10 сантиметров. А возле него точно такой же сорт растений высотой 2 сантиметра. Естественно, какие я выберу для пикировки? Те, которые большие, высокие и мощные. Сейчас я вам хочу показать особенности пикировки высокорослых сортов томатов. В частности, буду пикировать вот этот вот сорт большевик. Вот у меня подписано, что он высокий. На обратной стороне упаковочки можете полюбопытствовать те томатики, которые вы сажаете. Вот что в теплице он достигает при формировке растений до полутора метров. Сразу хочу сказать, чтобы ваша рассада не вытянулась, несмотря на то, что она у меня стоит с подсветкой. Видите, рост растений совершенно разный. Поэтому при пикировке высокорослые томаты нужно сильно заглублять, буквально вот до самых семидольных листиков. Потому что томаты очень хорошо набирают корневую массу от стебелечка. Значит, смотрите, как это все будет происходить. Для того, чтобы взять растения, вам нужны небольшие какие-то вот такие малюсенькие грабельки. У меня в частности вот такие. Надо подготовить вот такой вот контейнер с грунтом, пролить водичкой. И здесь надо пролить водичкой. И в контейнере нужно, чтобы почва была увлажнена. Вот я подписала, что это номер 5 высокорослый сорт. На тот случай, если я забуду уже, как называется этот сорт. Значит, для того, чтобы взять растения очень аккуратно, нужно использовать вот такие вот маленькие грабельки. Я выбираю самое-самое большое растение. Маленькие у меня пойдут уже как бы на отбраковку. Аккуратненько поддеваю ком с корешками. Таким образом маленькие мы уже все не будем сажать. Вот смотрите, вот у него большая уже корневая система. И вот этот нижний корешок я немножечко вот так вот прищипну. В чем состоит суть пикировки. Чтобы корешок снова нарастал. Дальше. Значит, вот здесь вот в контейнере я пальчиком делаю углубление. Достаточно большое, чтобы нам вот так вот максимально заглубить растение, поскольку оно очень-очень большое. Сейчас вот туда и мы его уроним вниз. Вот, видите, уже практически вот по самой листике у меня получилось. И здесь мы трамбуем. Трамбуем таким образом, чтобы пустот никаких возле корня не оставалось. Почва влажная. Все должно получиться хорошо. И вот посмотрите, растение у нас уже, видите, в два раза по росту получилось меньше. Оно еще, конечно, наберет рост. Будет очень сильно расти. Но вот при пикировке высокорослых томатов, учитывайте то, что вам нужно максимально, даже можно было еще подсыпать земли, но это я попозже сделаю, максимально заглубить. Вот таким вот образом будет вырасти растение уже в отдельном контейнере. Ну, а здесь непосредственно вот в этом, вот в этой емкости, вот эти все маленькие растения я, конечно же, буду убирать. Вот они мне совершенно не нужны. Видите, какие они, света им не хватило, они очень плохо развелись. А буду выбирать для пикировки вот такие вот большие растения. И также буду их заглублять практически по самые семидольные листики. Таким образом, на этапе отбора происходит у вас как раз выбор самых-самых сильных растений. И для того, чтобы урожай у вас был хороший. Вот, в принципе, все, что я вам хотела показать про пикировку высокорослых сортов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем хороших урожаев!